2016 года, прошлого года, еще с арт-стайлом, да, когда они выиграли Старладдер, который был в доме саммитов и попали на Интернешнл, тогда они тот Старладдер выиграли оффлейновым Сент-Кингом, фактически, и там в каждой игре был этот Сент-Кинг, ну и потом этот самый Сент-Кинг был в инстабане на Интернешнле, где два раза его дали пикнуть генералу, и два раза генерал на нем выиграл, но дальше он был просто в бане. Так что мне кажется, что все-таки это будет сейчас Сент-Кинг для генералов сложную, а для РМНа сейчас будут добирать героя. Тусик? Тусик, тот самый. Не, мне кажется, Тусик уже в прошлом, им идеально заходил Огромаг, и снайперы бафнуть, и про уметь, и Луна под бафом тоже сильно разваливает, но ВП очень грамотно забанили этого Огромага, понимают то, что он им идеально заходит, и ВП нужен герой в легкую, какой-то великолепный. Ну, Рамзес играет на всем, надо что-то такое, чтобы с Луной и со снайпером справлялась, быстро сокращала расстояние. Ну, Найкс неплох, к сожалению, он в бане у нас находится, и поэтому надо придумать что-то свое. Ларк хорош, что же в бане. Всех основных героев забанили для Рамзеса, и я даже, если честно, не припомню, на ком он играл. Да, тут может быть что угодно, вплоть до спектры, спектра вряд ли, конечно, очень сильно вряд ли, дизраптор. Ну, им нужно что-то явно активное, чтобы файты проводить, у них такой очень агрессивный пик. Ну да, с Эмбером они точно будут хотеть драться, с Дарксиром, со Слардаром, который ездит, это однозначно должно быть что-то веселое. А может быть, и не поставят Эмбера в легкую, сейчас возьмут какую-то темпларку в мид, что-то такое? Или все-таки Эмбер пойдет в мидлей? Ну, темпларк вообще была бы неплохо, тем более Рамзес играет на Эмбере. И с Таешкой могли бы и Рошана как-то по-быстрому забирать под минус броней, и так, в принципе, довольно-таки агрессивный пик. Ну, три секунды осталось в ВП, надо решать. Это гирокоптер внезапно. Но это тоже неплохо, довольно-таки боевой герой. Да, это тот самый гирокоптер, который, я не знаю, в СНГ много ли его было, точно в статистике не знаю, но, по крайней мере, в Европе гирокоптеры начали появляться очень-очень часто, и это вот эти новые гирокоптеры с Майлштромом и Аганимом. Но, если честно, это выглядит как полный трэш. Это полная помойка, я согласен. Но почему-то они появляются все чаще и чаще в играх, все чаще и чаще в Европе берут, и иногда это даже работает. Так, и внезапно Никс. Все-таки это будет Сенкинг четвертой позиции, и генерал будет на Никсе. Мне не нравится ни один, ни второй пик. Я не знаю, почему так, но мне реально не нравится ни один, ни второй пик, и я не совсем понимаю, как это должно работать, но... Ну, Никс, вероятно, как-то бегать искать этого Эмбера, напрягать его, в файтах прожимать кропассия, чтобы ДС не делал свою комбинацию, вакуум, стенка, как-то подзамедлить все это. Ну, ловить Эмбера можно, да, в принципе, это рабочий вариант. Ну что, господа, плей-офф региона СНГ первого в истории квалификации от СНГ стартует прямо сейчас и стартует матчем двух, наверное, самых известных команд, как тот написал сегодня, Derby G2A, потому что Virtus.pro G2A и Natus Vincere G2A команды эти официально называются. Мне интересно, в офисе G2A за кого сейчас болеет? За красивую игру. Ну, наверное. Мне кажется, больше за Na'Vi, потому что Na'Vi давно уже ничего не показывали такого. АВП считаются слишком уж фаворитами. Да. Знаешь, вот у Na'Vi такая довольно интересная ситуация, что вот они вышли сейчас из группы, и мне кажется, даже если они этот плей-офф проиграют, ну, никто не будет орать дисбант, разогнать их и так далее. Ну, потому что есть Virtus.pro, ну, реально очень сильная команда, стабильная команда, полгода больше, даже чем полгода составу. Ну, я, например, вот если бы Na'Vi не вышли из группы, да, было бы много крику, что вот эта команда не сработает, давайте что-то менять. Но сейчас, по-моему, ух ты, посмотри, что они делают. Они даже так решили сделать. Это стильно, это сильно. Может, это просто забег изначально какой-то такой. Так, а у нас в легкую идет Nyx против DS, но это как-то очень странно, если честно. Милишникам будет очень тяжело. А триплата УВП не слабая, Герокоптер, стан есть от Лила и Дизраптер. Не слабая линия. По-моему, это будет, в принципе, невозможно там стоять. Довольно интересное решение. Или просто действительно… А, нет, нет, все нормально. Все равно пока РМН здесь, мне кажется, что как-то можно показаться на нижней линии Луни, а потом пойти… Нет, нет, все-таки… Он в Топе стоит, у нас ждет. Но это очень странное решение. У них, ну, допустим, примерно одинаковые линии 3 в 3, но обычно такой свап делают, если у тебя и соло линия будет себя чувствовать великолепно наверху. Но Nyx против DS меня очень смущает. Ну, ты знаешь, с другой стороны, они обезопасили Денди, потому что когда будет стоять вот этот триплата постоянная, я имею в виду Даззл, Луна и Сенкин, который будет снизу тусоваться, то, скорее всего, у Лила возможности бегать в мид и напрягать Денди не будет. И Денди там будет стоять в соло против Ноуана. Но на снайпере, я думаю, он должен приблизительно ровненько с ним стоять. Убить не убьет, но… Ну, на шестом левеле, я думаю, Денди понадобится какая-то помощь. Возможно, сейв ТП, ну, может, и поднапрячь его с ремнантами. Да, согласен. Ну, посмотрим, посмотрим, как это будет выглядеть. Пока мы видим, действительно, триплан и триплу на нижней линии. И удивлены сейчас будет Virtus.pro, я думаю, они уже удивлены, что Na'Vi решили вот так вот сыграть. Странно, странно, но от этого игра становится только более интересной. Так, там цепляют соло, но вряд ли будет какое-то приложение, далеко от слишком команды. Как много демеджа залетает, минус пол хп сразу. Слушай, Рамзес-то тоже тут немножечко получает от бивера, но отгоняет Рамзеса. Самое главное, наверное, это то, что они заставят все-таки. Они реально заставят здесь... Ой-ой, РМН, РМН, проблемы огромные могут быть у РМНа. РМН много демеджа получает. Рамзес, надо копать как-то вниз РМН. Есть еще подхил от бивера. Да, РМН выкапывается отсюда, слишком далеко он забежал. РМН, конечно, выжил, но у него теперь ни маны, ни хп, и это большая проблема будет для Na'Vi. Он в соло пойдет пить шрайн, скорее всего. Да, так он делает, чтобы вернуться на линию и продолжать активничать. Нельзя РМНу так далеко забегать, конечно. Мне, если честно, это очень сильно не понравилось, потому что они стояли, напрягали, все нормально. Даззл с такой увесистой тычкой, еще и под луной. И тут РМН заходит в чужой лес, один абсолютно, без какой-либо поддержки. Ему не могли оказать там помощь. Просто пришел и отдал все хп. Ну, может быть, потому что он не видел Лила, и решил пойти проверить, где там Лил. Ну, нашел он, конечно, Лила. Действительно, закончилось это тем, что было пить шрайна. Когда ты стоишь триплой в сложной, шрайн, я не знаю, это, наверное, чуть ли не самая важная фишечка, которая у вас есть в запасе. Потому что если сейчас будет какая-то попытка размена хп или что-то такое, то шрайна не будет. Это неприятно. РМН не сможет. Пытался отжать руну, но ничего не появилось. Бывает такое. Так, в миде Дэнди 7 на 2, 8 на 3 нунчик. Ну, в принципе, как мы и предполагали, стоять они будут более-менее ровно. Дэнди побежал за дабл дэмэджем. Вот тут еще и ДД. Неплохо. Приятно. Да, действительно приятно. Ну, и может немножечко бонуса сейчас Дэнди вынести с этим дабл дэмэджем. Но Ромен знает, что делать. И я, если честно, удивлен происходящим на топ-линии. Потому что 10-4 крипстат на данный момент у Вити машины. И очень-очень хорошо он стоит против Дарксира. Я думаю, будет похуже дела. Так, тут хотят цеплять Рамзеса. Байкат. Много дэмэджа заходит в Рамзеса. Подстанили еще. Еще прокляли. Ромен до конца. Ромен до конца идет. Нет, все-таки отходит. А тем временем в миде. Тем временем в миде. Лил попытался заехать у нас на Дэнди. Как только нет Лила, сразу моментально идет атака. И это проблема, короче, команды Virtus.pro. Если Лил будет уходить, они сразу же будут напрягать Ромена. Главное тут не нафидить команде ВП. Я также очень сильно удивлен то, что на топе Ануа Дэс потихоньку начинает обгонять Никса с левелом, соответственно. Ну, зайти за тавр, все правильно делает Паша. Погоняет сейчас генерал. Генерал отпился. Паше так далеко бежать, наверное, не стоит. Хотя... Ну, вроде как нечего бояться, вряд ли будет с ФТП. Ну и все, можно отойти. Самое большое преимущество за Родиантов, Дэс на топе, если стоит один в один, то, что он может отводить крипов вот на эти точки и их еще фармить. Тут Ромен сделал ТП. Слушай, а у Паши, у Паши-то нет маны на сюрсе. Сейчас могут быть проблемы, если Ромен копнет сейчас Пашу. Может быть, Фрестблат отсвобождает дорогу, сейчас генералка подкапывает Пашу. Паша проблема, это Фрестблат от Ромена загулял Паша. И очень вовремя прилетел сюда Ромен. Ну, байт произошел такой себе. Четко сыграл генерал, выманил на себя Пашу Дэнди. Миди проседает, ТП не будет. Ну что, генерал улетел. Он проседает, может отъехать. И еще два выстрела. Мисс, да ладно. Еще мисс, там и байт прошел. Как же везет. Да, да, мог быть все соло-фраки в миди. Ну, с одной стороны, все по-честному. Дэнди находил ДД, а теперь два меса ему выпадает. Все справедливо. Карма. Не, ну так оно должно быть. Это все-таки баланс, как ни крути. Лил забирает руну Иллюзии на нижней линии. Дэнди сейчас будет отпевать шрайн. Подбегает сюда к нему еще генерал. Можно будет генералу вернуться на свою линию и продолжать довольно успешно стоять, как он это делает в самом начале. Ну, немножко ослабили хватку на Рамзеса. У Рамзеса все ужасно. У Рамзеса 9 на 3 и план команды Na'Vi работает по линии. Это уже факт. Долго ли он будет работать в итоге? Вот в чем вопрос. Ну, я бы не сказал, что Рамзеса так критично крипы, если честно. Ему главное получить левел как можно быстрее. Получить левел ДС, какие-то основные айтемы купить и пойти уже какие-то файты, возможно, навязывать с Меккой. Проблема у Бивера. Проблема огромная у Бивера. Пытается его зажимать. Лил до конца за Бивером. Еще расстреливают Пайката. Бивер. Закрыли его. Огромные траблы у Бивера. Есть танчик. И это легкий фраг для команды Virtus.pro. Отрезан Пайкат. Пайкат здесь улетает. Там подходит еще Центкинг. И все нормально. Вар тут стоит у ВП. Наконец-то на линии. Теперь они видят, где кто находится. И все нормально. Немного как-то не поняли, по-моему, ребята из ВП друг друга. Сначала Рамзес убежал за Луной убивать ее. Остальные бегут за Даззлом. И вот и решили убить Даззла. Именно. Роман немного взял крипов и отходит. Роман костик в финале там запустил. Лил пытается подфармить. Рамзес тоже будет его погать. Роман постелил экспириенса. И это уже хорошо. Третий левел у него имеется. Есть транквилтапки, можно бегать. Можно где-то там даже в лесочек забежать, немножечко подфармить. В общем, пока дела у команды Na'Vi на трипле здесь идут неплохо. Ну и Снайпер, мы видим, не проигрывает Ноуану как минимум. 23-14 против 27-3. И это хорошо. 15 заданных крипов. Это очень много от Снайпера. И Ноуана он отправил на базу. Видим прямо сейчас пайкат. Проблемы у него. Бивер подхиливает. Много дамажа Бивер себя впитал. Там РМН копнул Лила. У Лила огромные проблемы. Лил должен погибать. Лил погибает. Пайкат уйдет. Ли есть грипп пайката. Будет ли подхилив еще от Бивера. Еще Дэнди на подсейф пришел внезапно. Слушай, Дэнди на подсейф. Дэнди драться пошел, потому что РМН. РМН тут пытается спрятаться. Есть подкоп от РМНа в конце. И не добивает Рамзеса. Ну и в итоге мы видим, два мидера стянулись сюда. Закончилось все тем, что в убийстве поучаствовал Ноуан. Дэнди помочь ничем не смог. Ну, хоть какой-то размен для ВП. Неплохо. Там еще Дазл подсейвал бы в любом случае луну, я думаю, гривом. И все было бы нормально у пайката. Но делают размены, пайкат делает фраги, получает ассисты. А можно нам показать Дазла? У него вкачан грейв. Мне просто очень интересно. Нет, у него не вкачан грейв. Ага, даже так. Но это очень странно. На трепле не качать грейв? Потому что ВП, по сути, фокус именно в одного героя будет идти такой жесткий. И без грейва не очень приятно будет. Да, согласен. Но опять-таки мы видели, что здесь дай какой-то условный грейд на грейв на Санкингау. Он еще попытается куда-то выкопаться в лес и, возможно, даже убежит. Поэтому, я думаю, появится чуть побольше. Чуть-чуть попозже. Но на третьем левеле неожиданно не видеть этот самый грейв. Так. Лил побежал опять обходить Дэнди. Дэнди пока по шрапнелле гоняет Ноуана. Так, вот он и Лил. Нет, он просто Аркан Рунку для своего мидера подсейвил. Пока Слардар не вносит того импакта, который бы хотелось ему вносить. Ну, я думаю, как минимум он не ожидал, что к ним придет именно трепла и придется что-то там придумывать. Снизу оставили одного Рамзеса и стоит под вышкой. Не может. Одну только экспу. Нюхает. Не может убивать крипов. А что делать? А что делать? С какой стороны заходить? Мы видим, Бима уже по голове залетает очень больно. Он понимает, что если вылезет чуть-чуть дальше под тавр моментально, где-то в смоуке может выбежать какой-то условный Рэмэн. Рэмэн, кстати, только что вложил в себя смоуке. В принципе, будет готов выходить. Ну и два героя команды ведутся сейчас перетягиваться на нижнюю линию. Их видели на ворде. Да, Паша очень непаленно вместе с Лилом. Ну и Нави под свой тавр подтягиваются. Это значит, что Паша теряет много времени А. Они спалились В. И товарищ генерал на топе, который имеет уже вендетту, может немножечко А, но он не на топе, он уже здесь, но он имеет вендетту. И это самое главное. Я так понимаю, Сентреи и Вертус Проб на данный момент нет. Это очень зря. Им надо бы задумываться уже по Вижену. Если он придет в мид или вниз, куда угодно. По-любому будет фраг. Так, и без Сентреи очень опасно стоять. Так, побежал, побежал генерал. Вот он, снизу. Ну и теперь вопрос в том, выйдет ли далеко Рамзес. Рамзес далеко вышел. Рамзес далеко вышел. Это будет, скорее всего, фраг. Да, Рамзес убивает, ничего не успеет он сделать. Так оно и есть. У Бивера огромные проблемы у генерала тоже. На карапейс поймали. Бивер загавил от себя, пытается сделать тэп-аут. Ему нечего сбить. Да, улетает отсюда Бивер. Великолепно. Теперь генерала надо как-то подсейвить. Генерала глимпсонули. Генерала сейвят им самим. Но все-таки добивает его. Ну, размен один в один. Кстати, поймали еще Пайката. Пайкат. Рамзес сейвит Пайката. Будет пытаться убежать отсюда. Глимпса уже не будет. Ну и будет еще помощь какая-то Рамзес. Рамзес засунили. Тут же Дэдди. Дэдди прибежал. Полетели Шрапнели. Шрапнели. Проблема огромная у Лилы. Лилы, наверное, не убьют. Нет, все-таки отменяет. Он сейчас Ассасинейт и Ассасинейт отменяет также по Ноуану. В итоге размен один в один. Но, наверное, все-таки на руку команде Нави. ВП вовремя отошли, я считаю. Потому что там Луна близится к шестому левелу. И если бы кто-то из ВП закинул, она получила шестой. Был бы ультимейт. И могли все там остаться под этим Т1 ВП. Но повезло. Хотя бы как-то разменялись. Убили генерала. Неплохой фраг. Классное начало игры у нас. У нас реально прикольное начало игры. Да, у Виртуз Пром все великолепно. Мы видим у Ноуана 3200 нетворс. Они там с Дэнди соревнуются за первое место. Чуть-чуть проседает Рамзес. Но не так, как бы хотелось, наверное, команде. Ох-ох, почти поймали. Бивер. Бивер. И это минус. Нет, это минус. Бивер, это минус. Бивер, поймать можно еще попытаться. Сейчас Ноуана, но есть у него реминант. Если честно, думал Грей в первые левелы все еще в кулдауне. И мне кажется, что Ноуан тоже так думал. Он так быстро откатил. Мне кажется, секунду в секунду генерал выходит на топ Трамзеса. Там еще есть РМН на Сент-Гинге и очередной фраг получается. Да, без подсейва. Никто Рамзеса не сейвит. Паша прилетает слишком поздно. Ничего не может сделать. И это 5-3. Рамзес 3-ти разумирает. Лил под щитком побежал до конца. Генерал на карапейс его поймал. Паша будет пытаться бить генерала. Но не убить. Да нет, никого тут не возьмут. Еще вакуумом не попал. Первого левела вакуум. Тяжеловато. Ну и Нави доминирует пока. Пока действительно все хорошо. У Нави не убивают Дэнди. Не убивают Пайката, что самое главное. И трижды уже в таверну отправлялся у нас Рамзес. Рамзесу нужна помощь какая-то. Потому что будут проблемы. Так, Соло там купил, кстати, Том оф Ноллэдж. Сейчас приближаться будут к 6-му левелу. Это очень-очень важный момент. Если у того же Даззла 6-й левел не столь принципиален. Это дело, что у Дизраптора на 6-м дела намного лучше станут. Тем не менее, книжка не помогла. Он все очень 6-й. У него было совсем все плохо. Экспы не было снизу. Убивали. Постоянные размены были какие-то. Ага, и вот такие вот графики интересные. Ну, не очень, конечно, много. Да, все равно. Хорошо фармит ноуанн. Хорошо фармит ноуанн. И все очень круто у Паши. Несмотря на то, что Паша не успевает сейвить Рамзеса. Не успевает как-то гангануть. Ну, по крайней мере, фарман свой зарабатывает. Было бы удивительно, если бы он на соло линии Дараксиром не вынес много денег. Вопрос в том, насколько он будет полезен потом. У нас сейчас будет интересный выход от ВПС. Соло все-таки получил из книжки 6-й левела. Идут с маке в мид. Попытаться на Дэнди как-то выйти. Но надо это сбоку обходить. Нужны какие-то ворды. Да, вот поставили Вижен. Ну, Дэнди по таврам. Ну, так выходить не очень перспективно, если честно. Разве что Глимс и по таврам нападать, это такая себе идея. Там же все-таки есть бивер, никого не видит в ВП. ВП просто слепые. Они не знают, где команда Нави. Они пытаются кого-то найти. Сейчас спадет Смоук. Да, и никого в Виртузпро не находят. Им нужно было Вижен поставить за Т1 в идеале, чтобы хоть что-то видеть. Чтобы не просто так этот Смоук прошел. Но нет, ничего у них не получилось. Собрались просто в миде. Надо бы тавр забирать. Хотя с дэмэджом по таврам у них тоже немножко проблемы. Как бы Слардар вместе с Гирокоптером такие себе товарищи на пуш. Мы видим Нави спокойно успевать сюда с нижней линии перетянуться. Там ответочка пошла. Ремен шестым левелом. Ремен шестым левелом. Генерал шестым левелом. И с СН3 не стоят у Виртузпро сейчас в миде. И могут быть огромные проблемы у них, если генерал сейчас забежит. Так, генерал забегает. Полетела Шрапнель. Генерал продолжает забегать. Седает минус соло моментально. Шикарно. И Рамзеса еще поймали. У Рамзеса огромные проблемы. В спину забегает. Ремен копнул двоих. У Рамзеса по-прежнему проблемы. Рамзес просто рассыпается. Без шанса. Биби пытается еще кого-то догнать. Паша далеко. Уже убежал. Минус два. Без какого-либо размена. Без каких-либо идей. Что делали Виртузпро? Почему у них нет СН3? Почему они не тыкают СН3 себе под ноги? Они думали, возможно, как-то с другой стороны их обойдут. Не ожидали справа выхода, что ли? Ну да. СН3 вот там стоит сверху. Прямо возле Т1 Тавра. Какое-то странное место для СН3. И удивительно. Ну якобы, чтобы его не заметили там. И они внезапно видят генерала. Ну тоже. Фокус сидит начинает с генерала. Так себе идея. Там начнет Крапас. И вряд ли у них что-то получится. Он довольно-таки плотный. Если генерал сейчас вынесет блинтагер, у них будут огромные проблемы. Прямо огромнейшие проблемы. И СНК, мы понимаем, тоже будет выходить под этот самый блинтагер. И появится он у него намного раньше, чем у Лила. Хотя под Этворс мы, видимо, неровненько идут. Так, Лил выходит на СНК. Там еще трап трейдет. Но нет, Роман выкапывается. А, есть Глинз, есть Коррозив, есть. Ну и Роман отсюда, конечно, не отпустит. Хороший фраг. Очень нужный фраг для Рамзеса. Очень нужный фраг для Виртузпро. Чтобы немножечко так перезагрузиться, сказать все нормально. Ну, на таких фрагах и надо выезжать потихонечку. Особенно для Рамзеса. Так, а тут стяжка от Нави вниз и СМОК, скорее всего, будет. Или без СМОКа пойдут просто. СМОК был завязан в прошлый раз. Сейчас, наверное, никого нет. Хотя не должен же быть в кузауне. Нави все-таки не помешал бы сбегать СМОКе, сделать каком-нибудь фраг снизу, того же Рамзеса убить в очередной раз и забрать вышку. Появляется Меканц. Вот он СМОК. Есть Доминатор у Луны. Ну, Мека имеется у Паши. Следующая драка будет не такой простой, как казалось бы. Аркантапки появляется у Бивера. 800 голды еще генерал Доблин Даггера. То есть довольно далеко. Смотря на то, что 3 500 на порцию. Ну и пошел он СМОК. И СМОК будет успешным. Но далеко может находиться вот 3 игрока команды Нави здесь. А вот их двойка, последний дуэт, немножко далековато. Но они хотят как бы окружить, наверное, в двух сторон. И вот сейчас будет очень важный файл. Извините, очень далеко НУ-1. Очень далеко НУ-1. И пока он будет делать ТП, могут быть серьезные проблемы. РМН, по-моему, спалился. По-моему, спалился РМН. Но никого здесь, наверное, не поймают. Или поймают, или поймают. Нашли! Нашли! Рамзеса, Камалис, там прям отличный! Ультимейт от Сола хорошего. Ультимейт от Сола хорошего. Ультимейт залетает по Разесу. Разеса развалила. У генерала проблемы. Здесь краша хорошая. Ультимейт луны минус 3, минус 4. Без шансов. Нави изничтожает команду Virtus.pro. Фуловая команда. Генерал в лесу нашел двоих. Ой-ой-ой. Вот именно это должны были делать ВП в прошлый раз. Должны были поставить варп за Т1. Как Нави великолепно поставили Vision за Т1 снизу. Увидели, что сзади никого нет. Значит, соответственно, ВП где-то справа от вышки прячется. И генерал нашел всех в лесу. Отличная инициация. Отлично сплыли. Все заюзали. Так, все четко. При том, что Соло успел сделать все, что надо. Он поставил свой ультимейт. Он как-то постарался отрезать людей, чтобы они не побежали. Но сколько там? Какой это там тысяча? Там 950 хп, наверное, у герокоптера. И рассыпается он просто моментально. И ты ничего не сделаешь. Ну, как сказать, Соло. Соло своим ультом в них ворвался Никс. Ударил с ульты. Подкопал. И Соло накрыл его ультом. Никса, который уже ничего абсолютно не сделает в этом файте. Туда же в ульту Сенкингу было абсолютно плевать. Он просто подошел, подкопался в эту ульту. Рамзес, Рамзес. И опять, и опять на Рамзеса под Тавр подкоп пошел. Будут ли до конца бежать под Т2? Нет, опасно, опасно. Не страшно. Вот Нави сейчас главное не терять голову в этом моменте, наверное. Потому что сейчас у них все великолепно. Они заработали немножко лишних денег. Они забрали Тавр. Ну, правда, Тавр на топе также забрали Virtus.pro. Вот, повтор. Так, вот, смотри. И Соло ставит ультимейт действительно на генерала, который к тому же выбежал еще отсюда. Ну и ультимейт луны просто великолепный. Рассыпались без шансов. Хотелось бы отметить, пайкат бил крипов в начале файта. Он понимал то, что нужно их как можно быстрее убить, чтобы ульта зашла идеально. И так все и было. Так, смоук от ВП. Смоук от ВП кого-то очень хочется найти. Третий смоук от них. Первые два были абсолютно неудачные. Будут пытаться забежать сейчас в мидлейн. Опять-таки, никого они не видят. Соло побежал кого-то глимсовать. Вот, глимс Дэнди. Вот, наконец-то поймали. Будет ли Бивер рядом? Поймали Дэнди. Дэнди. И это минус. Бивера рядом не оказалось. Ну, наконец-то, удачный смоук от команды Virtus.pro. Ну, я бы не сказал, что прошлый файт совсем их выбивает как-то из игры. Дает очень много преимуществ у Na'Vi. Пока все более-менее. Главное, дальше так и закидывать. Играбельная ситуация. Опять-таки, за счет того, что у Нуна и у Паши хорошее количество денег. Мы понимаем, что как бы на 800 голды обходит Паша, того же генерала. По деньгам Virtus.pro сейчас проигрывают буквально какие-то копейки. Я думаю, тысяча голды, не больше. Ну, чуть-чуть больше, ладно. 3000. Но это не проблема. Для ОП самое время играть как-то по Сейвове, особенно Рамзесу. Поставить побольше Вижна. Тут на него опять планировался выход какой-то от Сент-Кинга и Никса. Но тут рядом Соло. Соло может подсевить и могут сделать фракт на Эрмэне. А, нет. Вращают генерала. И всплывает поручить Крапас. Да ладно, неужели успеет? Утпевает улететь. А вот это вот неприятно. Два ультимейта было потрачено. Сбить было нечем. Ни Драксира, ни Слордара рядом не было. И проблем на Бивера. Лил понимает, что не убьет. Бивер еще и прогоняет отсюда Лила. У Лила на данный момент огромные проблемы с Нетворсом. Мы очень редко видим ситуации, когда Лил находится на девятом месте по Нетворсу. У него меньше денег, чем у того же Дазла. Мы видим в Викбай вот этот вот Блинк Даггер, до которого еще... Ой, как далеко Лилу. Ну, ему очень нужен этот Блинк, поэтому ему оставляют мид, спокойно фармит крипов. Очень важен Блинк на нем, на паше, чтобы они как-то комбинили. Туда залетал кулдаун под эту стяжку, под стан. Ух ты. Генерал просто пошел в мидас. А почему бы и нет? На 15-й минуте получил хенд в мидас. Артефакты будут появляться намного быстрее. Самое главное, что левел будет появляться намного быстрее. Если есть возможность, если хорошее начало, почему бы и не взять этот самый мидас? Нападение Нуана, но отходит. После Даггера, я думаю, как можно быстрее ему надо будет нафармить и гоним. И за гоним его вообще никто не вытащит. Будет стоять в файте, всех копать, высасывать ману. Очень неприятный персонаж будет в этой игре. Ну, посмотрим, когда еще появится у Ромена Блинк. Это тоже довольно важный момент. У него NetForce такой же, как у Лила. Не все очень круто. Да, только-только мы сказали о том, что у Лила проблемы. И мы видели, как импус-про оставили ему мид. Сразу же Лил начинает получать какие-то деньги. Сразу же начинает подтягиваться к этому Блинку. Но все равно ему еще довольно далеко. А здесь есть Блинк Даггер уже у Ромена. Это самое главное. У Нуана, конечно, Блинк тоже на месте. Но все-таки у Ромена поважнее. На топе будут пытаться сейчас убить. Нуана, сложно это будет сделать. Чувствует что-то. Надо играть осторожно. 19-ая минута. Они понимают, что они немножечко проигрывают. Что Нави впереди. Что у Нави есть преимущество по ключевым артефактам. Что появился вот этот самый Блинк Даггер, скорее всего, у Ромена. Что по лвелам проседает. Ну и снайпер продолжает фармить. Еще же есть... Точнее, Луна продолжает фармить. А еще же есть снайпер, а не наоборот. Ну и уже 8000 над ворсом. Самая большая проблема, что Луна вот-вот купит БКБ. И как они ее будут убивать в файтах, я не особо представляю. Потому что один Magic Damage у ВП пока что. Акерокоптер без айтемов. Выходит Сашу и Яшу еще. И Луна будет убивать просто всех. Никак ее не остановить. Еще и с Волком очень много демеджа. Ну, размен происходит. Ну, это, я бы сказал, плюс для ВП. Извлекать файта. То, что им дают возможность спокойно зарабатывать деньги, это хорошо. Имеется Блинк Даггер у Паши. То есть, в принципе, два героя у Virtus.Pro уже могут быть супермобилями. Но самого главного Блинка у нас пока нет. И это важно. Надо Na'Vi что-то придумать. Потому что появился Блинк у Сэн Кинга. И очень хочется куда-то ворваться. Очень хочется какую-то драку затеять. Пока там нет возможности у Лила начинать эти самые драки. И вот пошел с ультимейта. В Лила просто впрыгивает. У Лила огромные проблемы. Ультимейт. Лил Даггер купишь немножко попозже, Илья. Говорит ему команда Na'Vi. И действительно, у него 1800 гол. И у него было 2000 и 50. Не хватало бы. Там погоня с Роменом. Неужели уйдет? Есть ли ТП? Ромен. Павши за ним. Видит его. ТП есть. Блинк. Блинк через секунду и ТП аут. Великолепно. Не успели. Ну, Ромен тут немного пожадничал, если честно. Мог уже отходить. Снайпер бы добил ульту этого Лила. Чуть не вплотился своей жизнью. И БКБ появляется у нас у Пайката на Луне. Все великолепно. Ты знаешь, все становится еще хуже для команды Virtus.pro. Потому что Луну в блоке в Барри убивать будет невероятным образом сложно. И в каждой драке все будет тяжелее и тяжелее. И сейчас Na'Vi будет наглей. Na'Vi можно спокойно сейчас прессовать тавер в миде. Да, они подтягиваются сюда всей командой. Пока только Пайкат, что это было, Лил. Это просто агр-крипов такой веселый. Ну да, под агр-крипов немного. Там Сабух начинает сдувать. Так, генерал. Центряк может попасться. Ну, страшно. Страшно сейчас ВП. Они знают, что генерал где-то здесь. Но нападать опять-таки не очень бы хотелось. Пайкату все равно. Пайката БКБ. У него есть еще альпа-волк. У него все великолепно. Он толкает себе линию. Они составляют. Командору спросят, где стянутся. На нижней линии могут быть проблемы. Там генерал сейчас... Ну, он отлинковался от него. И не поймали. Там Пайката какой-то очень интересный айтем в QuickBuy. Это была бабочка. То есть он манту даже не планирует покупать. Или просто думает. Непонятно пока. Ну, ты знаешь, мне кажется, манта ему тут очень надо. Вот, переставил только что на манту. Потому что все-таки снимать с себя ульт Лила приятно. И ДПС. Сиринг-чейн себя можно сбрасывать. Не прижимая БКБ. Какая-то очень важная штука. Так, это что такое? Это генерал застанил нас в Дарксирах. Ну, он там взрывает снизу. Ну, Ван, Ну, Ван. Проблема Ну, Вана. Уходит. Генерал-то, кстати, погиб снизу. Ну, Ван ушел, а генерал погиб. Генерал совсем понял, что исполнил. Ну, подстанил. Молодец, конечно. Но никого не было видно, кроме Ну, Вана. Ну, как бы, когда ты юзаешь спайт карапейс где-то в чистом поле, и соперник об этом знает, это огромная проблема. Потому что это моментальная команда к атаке. Как бы, люди знают, что у тебя нет возможности самозаподсейвиться. Подсейвится, и генерал ошибается. Грубо ошибается. Нельзя так ошибаться в команде Na'Vi. У Na'Vi появляется потихонечку второй ключевой артефакт на Dendy. Почти у него тоже есть БКБ. Осталось совсем чуть-чуть добить. И его теперь тоже будет тяжело взять. Посмотрим. Есть тут за юзан на шрайн. Ну, Ван вместе с Рамзесом пытаются найти где-то место на карте. В первую очередь для Рамзеса. Если Ну, Ван может где-то позволить себе постоять далековато, все-таки есть реминанты, можно уходить. Не так легко его убить, то Рамзесу надо ходить только с спатами. У Соло огромнейшие проблемы с Нетворсом. Но самое главное, мы понимаем, это не количество денег в инвентаре у Соло, а это количество экспириенса и правильно поставленные ультимейты. Так, хороший смок. Никого пока не видят здесь ребята из Virtus.pro. Надо хоть кого-то заметить. Лил побежал первый. Лил, Лил далековато, далековато, далековато идут в Virtus.pro. Есть еще один центр. Ух, как же это будет неприятно. Ну, надо найти БКБ теперь как-то разводить. Надо ловить где-то Дэнди, пытаться его глимсовать, чтобы он прожимал это БКБ. Ага, вот это интересно. Но они очень долго тут будут бить, хотя подтягивается еще Дэнди. И получше немного дела пойдут. А ВП, походу, даже не догадываются об этом. И ВП, ВП ничего не... Они не знают, где соперник, они не понимают, с какой стороны подходить. Вот сейчас спалит No1 эту движуху. Да, спалил No1 движуху. Но поздно. Но поздно, и ВП даже Т2 Тавр не заберут. Майор Штром появился с тем временем у No1. А Рошан Дэнди. А еще и с Аегисом, и что делать? Сейчас задефит низ Нави, и могут идти спокойно в ответ, забирать Т2 какие-то вышки. И ничего не предают абсолютно с Аегисом, с БКБ. По-моему, ждать 5 минут. Других вариантов я здесь не вижу для команды Риту Справ. Ждать, пока пропадет этот Аегис. Потому что драться сейчас против двух БКБ против Аегиса, это смертный переговор себе подписать. Поэтому надо как-то растягивать Нави. И надеяться, что Нави прямо сейчас не соберутся в Питерон. Ты посмотри, меняет очередное свое решение. У нас Пайкат и опять Бутерфляк в Пикбай. Потому что денег очень много. Почему бы и нет? Если у тебя огромное количество дубла, так, поймали Ромена, и очень быстро его убивают. Хорошие фраги вот эти вот для команды Вирту Справ. Они очень нужные. Вот эти соло-фраги, Пикбай, одного поймали, убили, отправили в таверну. В крайней мере, сейчас они знают, что целую минуту Нави вряд ли их где-то убьют. Потому что нет одного из лучших героев. Ну, это я не понимаю, что там делал Ромен, если честно. Все Нави собрались по низу и планировали забирать Т2. Ромен один был на топе, закидывал. Очень напрасно он так делает. По поводу бабочки на луне сомнительная, если честно, вещь. Монта, мне кажется, побольше даже ДПС может дать. Мало того, что польза скидывать ульты чужие какие-то. Что-то доджить какие-то из пылы. Не знаю. Ну, да, я согласен. Монта Стайл, конечно, покруче. Логика пока-то, возможно, понятна. Да, есть 3-400, почему бы не купить Игл Сонг. Ну, по крайней мере, здесь упадет вышка. Купил, кстати, Блинк Даггер у нас, Генерал. Ну и дальше надо выходить понемножечку. Вот, Генерал уже на топе. Надо выходить понемножечку в тот самый Аганим. Генерал. Просто маны лишает Ноуана. Ну и не дает просто так команде. А Виртуз-то забрать Ноуан. Ноуан, проблема может быть Ноуан! Еще Лил прыгнул, не успел застанить. И минус Лил. Ой-ой-ой, как же круто сейчас сыграл Митя Машина. Ну, Лил, к Лилу тут претензий мало. Лил тут вот там доля секунды, да, он врывался подстанить. Но в итоге он ворвался прямо на вот этот реведж в исполнении Генерала. И это два прага на ровном месте. Казалось бы, никакого там... Тавр бы не забрали Виртуз-про, точно. Но я не понимаю, чего там хотел вообще Ноуан. Тавр он точно не забрал бы. Там еще приличное ХП осталось. Уже на него вышел Никс. Сен Кинга не было видно в принципе. Он снизу не показывался. Да, довольно стрёмно играли Виртуз-про, но были за это наказаны. Опять-таки, если бы Генерал подстанил, да, если бы не было там МПЛ, я думаю, может быть, убили бы Никса. Хотя там люди уже летели. Там уже летело огромное количество народу. И неправильное решение было от Виртуз-про. Но ДГ не за это наказано. Но вот он пуш тавр. Смотри, как быстро падает вышка. Все-таки у Луны подальпо-волхом и у Дэнди подальпо-волхом дэмэджа огромное количество. И это уже пять вышек в активе команды над Свинс. Еще камень в игре от Бабочки на Луне. То, что там у Даззла почти есть 40 крест. Будет накидывать и так там будут промахиваться. Но по Икату виднее. Видимо, он считает Бабочка побольше, даст ему как-то профит. Так, смотри, Паша в позиции. Паша в позиции. И, по-моему, Виртуз-про будет пытаться здесь дать бой. Или все-таки будет ждать тех самых пресловутых пять минут. Ну, две осталось. Слушайте, ребята, к вам пойдут на хайграунд. К вам пойдут на хайграунд. Я на миссии Нави сейчас шел на хайграунд. Ну, как бы у нас с Эгисом, с патерпляем. Есть все блинки. Я не вижу вообще никакой проблемы. И далековато отсюда сейчас NoOne. Пешком сюда добираются два игрока команды Виртуз-про. Лил бежит пешком. Бежит пешком Рабзес. И очень долго они пешком передвигаются сюда. Денди разбрасывает из Синейты. Тауэр падает понемножку. Так, Тауэр упал. Бараки. Надо ломать бараки. Пока спокойненько. Стенку потратили в никуда абсолютно. Иллюзию Пайката можно расстрелять. Есть еще минута где-то. Глимс. Пайката вернули. Потратили Глимс. Пайкат. Есть у нее две жизни. Можно не париться. Паша отлично порвался, но нет продолжения никакого. Кулдаун в никуда. Кулдаун просто в никуда. На Рамзес далековато побежал. У нее сейчас закончится БКБ. Денди. Денди много демджа получает. Денди очень много демджа получает. Денди надо как-то засейвить. Денди не засейвили. У Бивера огромные проблемы. Сбили МТП. Бивер тоже погибает. Здесь Пайкат. БКБ один против четверых. Дерется Пайкат один против пятерых. Здесь же поймал у нас Генерал все-таки Рамзесу. У Рамзеса будет проблема. Рамзес погибает. Ультимейт от Соло залетел только сейчас. Лил погиб. Лил единственный, кто пока погиб. Забрали также Соло. Но он пытается развалить просто всех. И у него это получается. Нави ошибаются. Нави ошибаются. И минус 4 в исполнении команды Virtus.pro может быть сейчас. Нет, здесь Генерал. Здесь Генерал возвращается в драку. Пашу убили. Нуван без маны. Он не может уйти отсюда. РМН надо прыгать сейчас за Нуваном. Тут же Генерал надо отбивать Шрайн. Под Шрайном тратить нельзя, ребята. Это Team Vibe в исполнении Virtus.pro. Бараки не добили. Нави не смогли сделать. Это был полный провал от Нави. Во-первых, Дэнди. Нажал БКБ просто так. Там еще не было никакой толком атаки. Но стянул. Ну и что такого? Там не было никакого продолжения. Просто нажал БКБ и начал бегать в нем. Потом Бивер. Очень интересный был Грейв. Сам на себя. Дэнди мог выжить. Мог еще там дэмэджи нормально выписывать. Но Бивер решил на себя как-то Грейв выдать. Тоже интересное решение. Очень часто происходит это в команде, в которой играет Дэнди. Дазлы любят Грейв на себя бросать. У нас очень интересное приобретение от Нолана. Покупает БКБ на Эмбере. Не часто мы видим такой айтем на этом герое. Очень-очень-очень сильно мешает ему жить Генерал. И именно, наверное, в этом причина. Нави сейчас имели великолепный шанс выиграть эту игру. Мне кажется, что когда была поставлена стенка, надо было просто забивать. Пайкату стоять дальше, бить эти бараки. И стараться навязывать драку на своих правилах. Как-то от себя. Но когда получилось так, что Пайкат потерял много хп. Паша ворвался. Все начали что-то кипишить очень сильно. Как бы если бы ворвался Паша и Лин, тогда да. Но ворвался только Паша. Но они причем могли бы моментально убить этого Пашу. Он ворвался один на всю команду. Но Нави действительно занервничали и начали там как-то разбегаться. Могли бы моментально просто его зафокусить и все было бы у них отлично. Полчаса игры за нами. У Дазла появился тот самый Солар Крест. Луна должна уже понемножечку жалеть, что нет у нее Монта Стайла. Все-таки с Монтой с иллюзиями толкать голую линию было бы намного поприятнее. Ну и по-моему игра сейчас должна строиться от следующего Рошана, который очень нужен Нави. Нереально он нужен Нави. Но и Virtus.pro, понятное дело, со всех сил должны мешать команде. Надо с Винцерой забрать этого самого Рошана. Так, Пайкат. Ну вот понимает, понимает Пиджей, что без Монты никуда. И будет на нее копить денежки понемножку. План Смог какой-то, да. Ага, и не попали на Пайката. Обидно. Shit happens. Все нормально. Там появляется Гордиан Грипс, тем временем у Паши. Пытаются кого-то на легкой линии найти на Цинсере. Никого они здесь не найдут. В первую очередь можно расставить вижен. Можно подготовиться к каким-то будущим дракам. Ну, ВП все в миде. Боятся немного. Зажимаются. Прогулялись по лесам. Поставить еще поглубже куда-то вард. ВП надо еще одна вот такая драка, и они выйдут вперед. То есть сейчас они еще проигрывают. Да, они потеряли очень много вышек. Самое главное, что уязвимы шрайны на данный момент. И можно их постараться поубивать. Вот как интересно все у Соло. Там уже половина Аганима после этого файта. А вот это страшная сила. Кстати, удивительный файт от Соло. Потому что ультимейт он поставил настолько поздно в файде и настолько качественно. Я был уверен, что этот ультимейт где-то уже на кого-то был прожат. Но Соло все сделал абсолютно верно. Ну да, здесь падает Шрайн пока. Ну и Т2 на топе будет пытаться забрать Виртуз Про, а Нави будет стягивать их на нижнюю линию. Да, 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 да. На этот раз Нави понимает, что они на данный момент все еще сильнее. Чуть-чуть, но сильнее. И надо максимально выдавливать команду Виртуз Про и пытаться заставлять их играть в свою новичную игру. Не давать команде Виртуз Про заниматься тем, чем занимается. ВП надо лететь на базу. И сейчас они начнут это делать. Вот пошел он Грейв. Ой, не Грейв, извините, а Вил. Ну и Пайкат под Солар Крестом. Заходи да и бей. Снайпер, у тебя огромный рейдж. Можно стоять и стрелять с лоу-граунда. Это обычно работает. Он боится, видимо, врывов, какой-то стяжки, стана моментального. Вот очень интересное решение от Нави. Когда топ поломан, ставят голые браки, они идут вниз. Немного побили и ушли. Ну, по крайней мере, заставили команду Виртуз Про в полном составе сюда прилететь. Сейчас можно отпушить топ-линию, которую ВП подтянули очень сильно. Тревелла появится у Муана. Наконец-то в 33-й минуте. Если честно, Рамзес сейчас добьет бабочку. Я бы оставил какие-то линии для соло, потому что Аганим будет очень много решать в этой игре. Если он отлично его поставит под стяжку, под стан, то это будет точно конечное для Нави. Ничего они там не смогут сделать. Ну и генералу. Почему так долго нет Аганима генерала? Это проблема огромная. У него хендов мидос, начиная с 14 минут. А, он форстаф еще купил. Форстаф взял. Опять-таки сейвит своих тиммейтов из-под вот этих самых вакуумов, станов. Окей, вот он бутерфляй. Своего понемногу-понемногу Виртас Про добивается. То есть 2000 отстает на данный момент всего Рамзес от Пайката. Вы понемногу не угадали с положением Нави в миде. Увидели генерала. И будут обходить, наверное, сбоку. Там Рамшан вот появится. И это может стать ключевым файтом в этом матче. Так. Пытается дальше кого-то найти. Попрятались Нави. Очень хорошо и качественно. РМН заныкался из-за плеса. Памали РМНа. Есть на него Вейл. РМН. И РМН отдается здесь. Заблудился как-то. Заблудился в двух елках. Не смог никуда убежать. Там, кстати, Глимс еще. Глимсанули. У нас Дэнди. Дэнди поставили ультимейт. Дэнди БКБ. Дэнди на развороте. Полетел еще кулдаун. Соло расстреляли. Соло погибает. Рамзес далековато побежал. Рамзес слишком далеко побежал. Надо ему уходить отсюда. Размен один в один. Пайкат будет ли кого-то цеплять? Нет. Подвязали Пайкат. И никого он цепануть не может. В принципе, все довольно хорошо для Нави. Потому что разменяли РМНа в соло. Почему бы и нет? Главное, смог ВП. Израсходовали на это все. Надо ждать РМНа и идти на Равшана. БКБшки. БКБшки. Да ладно. Да ладно. Генерал врывается как далеко. В Пашу. Тут же у нас ноу-1. Как нагло играет. Команда Нави. БКБшек-то нет сейчас. Клдауни они. Нет, у Луны есть. Дэнди только нажал. А там Дэнди, а там Рамзес, собственно, нажимал. Так что да, в принципе, может быть, в этом-то и был план. Давайте цепанем, пока он без БКБ. Как-то слишком далеко цеплял. Территорию надо отжимать. Надо отжимать территорию, потому что Рошан. Очень быстро в Рошан обижать. Вот соло уже появился. А у соло ультимейт-то в клдауне. И еще, наверное, секунд 20 клдауна этого самого ультимейта. Да, 27 секунд еще. И это проблема... У нас ДД. Вот это очень большая проблема. И драться в Рошпите против Луны, у которой есть ультимейт, это, наверное, не самое крутое... А почему уходят? Боятся. Луну глимсанули, пайкат, отбегает. Все-таки против ДС и Лила в узком проходе драться не очень приятно. Ну, наверное, да. Наверное, все-таки правильно. Сейчас будет великое Рошан настояние. Никто никуда не будет бежать. Будем ждать. Ну, пайкат, ну, соло крест, дабл дэмэдж. Ну, сам Бог велел соло стоять и пилить этого Рошана. Он так и должен делать. Кто-то на подсеве должен стоять с форстафом, с инкинг или генерал. Много времени тратит сейчас пайкат. Самое главное, он ДД потратил. С ДД он мог соло убить этого Рошана потихоньку, полигонку. Сейчас уже не может. Сейчас надо искать какой-то момент врыва. Вив на Na'Vi. Ну, Вив постоянно должен висеть. Виртузпроп позиционки переигрывают Na'Vi, по-моему. Виртузпроп всю игру в роли догоняющих. Когда-то в роли догоняющих довольно тяжело позиционно выигрывать файты. Но у них это получается. Со стороны Na'Vi было бы очень круто оставить одного пайката вот в той ситуации на Рошане. Нажать смок и обойти. ВП явно не ожидали бы этого. Если бы они обошли спину и луна туда побежала спереди, то это был бы провал для ВП. Это, кстати, было бы очень круто. Но не додумались с Na'Vi. Гем, кстати, имеется у них сам. Можно сейчас почистить карту. Станет попроще команде Na'Vi. Там Соло на топе фармит свой Аганим. Все правильно делает. Время не зря он теряет. Здесь No'One подпушивает Т3. И все очень круто. Na'Vi не делает ничего сейчас. Абсолютно ничего не делает команда Na'Vi. Они по-прежнему стоят на этом Рошане. В то время как Virtus.pro бегают по линиям. Соло фармит нужный Аганим. No'One подпушивает. Вот Дэнди сюда прилетел. И Virtus.pro сами могут даже зайти на Рошан. Они уже и заходят. У них все-таки кислордар. Они намного быстрее его убьют. На топе Соло. Могут быть проблемы у Соло. Потому что генерал уже готов на него врываться. Да, генерал пытается убить Соло. Но не хватит дэмэджа. Даже если попал. Не хватило бы. И Рошан достается ВП внезапно. А вот это вот, по-моему, огромный провал для команды Na'Vi. Вот это огромный минус. И Virtus.pro сейчас должны чувствовать себя суперхозяевами на этой карте. Посмотри, как отыгрывается Virtus.pro. 7500 преимущества они отыграли. По экспириенсу они уже впереди. Еще подцепили кого-то, по-моему. О, РМН. Ну, очередной раз сейчас стоит РМН. Да, но никуда он отсюда, наверное, и не уйдет. Будут догонять. Да, вот. Климпс. И это минус РМН. Ну, третий или четвертый раз за игру встревает атаку РМН. Но это в его стиле. Да, да. Тут тускар в крови. Теперь ВП идут, атакуют. Сломают спокойно в миде Т2. Можно и ХГ пойти Рамзесу. Конечно, Матфа мне очень приятный. Снайпер еще настреливает. Ну, Солор Крест какой-то нужен еще, мне кажется, ВП от Лила. Или Владмир, как вариант. Пока мы идем по ДТ2. Ну и пора заходить на хэкграунд. На этот раз ситуация лучшая у Virtus.pro. Очень похожая. Есть мейнкерри, у него две жизни. Побоялись. Толкает не из пайкат. Возможно, хотят адефть его. Тут уже МКБ появилось целое. Ну, МКБ, это, конечно, хорошо. А вот это вот получше. Соло выносит свой аганим. На 38-й минуте много ему дали фарма. Тиммейты вовремя в миде подпрудил. В том самом файте, вы помните, заработал он почти 2000 голды. Ну и Соло можно сейчас полностью пустить на варды. На разные другие вещи. Какой-то гем вынести условный. Он свой ультимейт в траке поставит. И, скорее всего, поставит его на голову всем, кто будет думать, прожимать им БКБ или нет. И на этом закончится движуха. Вот что сейчас нужно Na'Vi? Na'Vi пока нужно сидеть на базе. Против Aegis им точно ничего не светит. И потом уже смоки выходить. Но Na'Vi становится слабее. С каждой минутой они формят намного меньше. И, по-моему, они потерялись как-то в этой игре. Не знают, что делать, как будто. Iron Man слишком много фидит. А там Геррокоптер скоро можно и не убить. Очень плотный становится. Очень много айтемов. В тот момент заходом на хайграунд, конечно же, игра остановилась. У Na'Vi был пик. Они вели 7500. Все было очень круто. Два фрага, которые сделали, вы помните, на топе перед заходом на хг. Но ошибочка случилась. И Virtus.pro дождались своего момента. МКБ также на подходе No'Uana. Уже готово и есть. А это у Ramzes. No'Uana и МКБ это было бы довольно странно. Если честно, мне кажется, следующий файт будет вообще в одну калитку для ВП. Да, все. Стянуть, поставить ульт Соло это элементарно. Ничего сложного. Вопрос в том, подставится ли Na'Vi. Хотя не подставиться под это действительно сложно. Итак, позиции Virtus.pro хорошие. Lil готов врываться. Соло уже готов глимсовать. Есть Vision. Надо разбить этот варп. Ворвались на Бивера. Так, Вейл потрачен. Надо разбить вот этот вард, который стоит. Но генерал очень далеко. И пока не дает он Vision. Генерал подбежал, нашел вард. Разбивает его. Так, Паша. Далековато. Соло-то пока без блинка. Не дотянется так далеко. Ну, время идет. Время идет. Понятное дело, что сейчас на RakuNavi. Они должны переждать этот Aegis. Странно, что ВП напугались. Вив кончился только. А Aegis 2 минуты всего лишь остается. Он пока еще не уверен и в себе. Может быть не хватает каких-то артефактов у NoOne. Боится, что его могут цепнуть. Хотя у него есть БКБ. И можно было бы понаглеть. Тут соло очень нужен блинк вместе с Пашей врываться. Потому что так он не дотянется. Может дать временное включение БКБ в команде врага. Да, это очень важно. Если соло с Пашей вместе ворвутся и просто-напросто ультимейт на голову полетит, никто не успеет ничего не прожать. А дальше там уже дело за малым. Там уже Ramzes расстреляет. Это дело вместе с NoOne. Главное людей зафиксировать на одном месте. Сейчас на топе. Байкат. И мы видим, вынужден уходить. Потому что на линию прилетел NoOne. Байкат побежал домой. А вот если бы генерал был с аганимом, он бы сейчас закопался, подкопал издалека Ramzes, его бы фростафнули и, может, это получилось бы. Слушай, мне там не хватает, по-моему, буквально чуть-чуть до этого самого аганима у генерала. Сколько? Ну, тысячи голды не хватает до аганима. Давно уже, пора. Да, да, действительно. 18 левел есть и аганима не хватает. Очень сильно не хватает. Да, когда будет у него аганим, когда будет снайпер, заходить на хэграунд, это будет просто... Я не знаю как. Я вообще не знаю, как заходить на хэграунд, когда у тебя там закопанный Никс Ассасин снайпера расстреливает. Прям кого-то надо бросать на амбразуру. Ты там суицидился в вышку, а вы подхватывали. Ну, интересно, что нам покажут Na'Vi дальше. Пока от них активных действий никаких нет. ОВП набирают слоты очень быстро. Там уже Ramzes топ-1 на Форсу у нас. Из интересных новостей обогнал луну внезапно. Сейчас еще какой-нибудь слот купит. Сатаник после Аигиса. И как его убивать? А никак. Точно так же, как и с No'1 будут проблемы. Попробуй поймай. Будет это называться Ramzes. Очень-очень тяжелый старт игры, но свое набирает. Это самое главное. Ramzes приобретает Tom of Knowledge. Надо быстрее 25 взять. Сейчас 24. Ну и пропала Аигиса. И вот сейчас Na'Vi нужно выходить в каких-то смоках, что-то делать. Они уже минут... Ну вот последние 5 минут, когда Аигис сидят на базе и ничего не формят. Это, конечно, понятно. Боятся этого Аигиса. Ну а теперь нужно реабилитироваться как-то активнее. Na'Vi слишком много потеряли за время действия этого Аигиса. И действительно, Virtus.pro ведут уже почти 10 тысяч экспириенсов. Да, Virtus.pro сейчас упрутся в верхнюю планку. Икспы, по крайней мере, на двух своих керри начнут проигрывать. Поэтому не столь это важно. Но по деньгам у них есть преимущество. И деньги эта штука поважнее, чем экспириенс в данном моменте игры. Na'Vi, конечно, вышли в смоке даже. Но они побежали по своему лесу. Непонятно, кого они там хотели найти. Постояли за кем-то? За луной, которая фармит. И что теперь им делать? Если не кончились смоки, то это очень большая проблема для них. Никуда не выбежу. В Тарксирах, кстати, тоже имеется гейм. Поэтому защищают свою половину карты Virtus.pro. Na'Vi защищает свою половину карты. Ну, ситуация такая, что Na'Vi будет стоять сейчас на хайграунде и надеяться на то, что Virtus.pro сделает ошибку при заходе. Что Соло не успеет добежать. Что как-то Паша слишком далеко запрыгнет. Ну, это как-то вот так вот они будут пытаться, наверное, выиграть эту игру. Потому что в равном бою... Ой, это был дэмэдж у Рамзеса. Да, это неприятно для Na'Vi. Но не решаются они заходить. В миде пробили Т3. Надо бы в миде его дожать. Но нет, не хотят рисковать. Свершать ошибку Na'Vi. Точнее, повторять. Их ошибку не очень хочется на хг всем отдаться. Хотят побольше итемов, наверное, собрать. Na'Vi надо тушить линии. Надо толкать линии максимально далеко для того, чтобы видеть команду Virtus.pro. Он и генерал боится здесь скрываться. Он думает, что кто-то рядом. Надо очень быстро убивать эти пачки крипов. Они будут пытаться кого-то поймать здесь. Такая себе затея. Ну, Na'Vi отдают игру потихоньку. Потому что VP покупают свои необходимые айтемы. У Solo появится блин, появится сатаник. И все. Я не знаю, как Na'Vi будут биться. Так, тут One, но его никак не убьют. Сейчас будет какая-то ошибка грубая, мне кажется. От VP? Нет, от команды Na'Vi. Мне кажется, что сейчас будет какая-то попытка выйти вдвоем на одного героя. Вот эта засада РМНа меня пугает. Мы помним все предыдущие засады РМНа, чем они заканчивались. Мне кажется, опять нафидит просто. Только и всего. Так, плюс 4 флагена на атаки. Эх, жаль. 3 заряда ракеты. Мне так нравится. Самое приятное это 20% кулдаун редакшн. Очень быстро откатывает БКБ. Ну и флагкэнон тоже. Да, в драке, конечно, гирокоптера остановить просто невозможно. Он летит, с него все летит, и это всем больно. Еще интересный выбор. Вот сейчас в Кубайе, конечно, нет ничего у РМНа, но у него было БКБ. Зачем ему БКБ на Сент-Кинге, я понять не могу. Ему нужен какой-нибудь Хекс. Если был Хекс, он бы инициировал, и могли кого-то зафокусить хотя бы в это время. Так, мы пока ломаем Шрайн. Кстати, сейчас будет опасный момент. Есть ТП, Паша ворвался, одного генерала. Генерал пытается сделать ТП-аут. Никуда он не уйдет. Не сделаешь. Но вот опять-таки какая-то наглая попытка убить Шрайн. Там дальше еще погонят за РМНом. Он убегает. Делает ТП, угадает или нет? Не угадает. Улетает отсюда РМН. Ну и есть целая минута без генерала. Генерал таки купился. По-моему, агоним? Или не успел? Да ладно! Немного не хватает. По-моему, он покупал, когда его убивали. Скорее всего, он покупал, когда его убивали. И не успел просто до смерти. Ну, почти есть. Но это, конечно, интересный тоже выбор такой. Не до конца купить айтем и байбэк не оставить. Да, и не то, и не то. Самое обидное, что нави еще и гем отдали свой. А, да. Вот это действительно неприятность. Это, кстати, действительно огромная неприятность. Здесь попытка. Лил, двоих прыгать! Лил великолепно! Пайкат надо жрать БКБ. Бивер огромные проблемы. Бивер выигрывает время. Пайкат нажимает БКБ. Будет пытаться отсюда убежать. Лил до конца. Паша за ним. Здесь же РМН. Но РМН жертвует собой здесь. РМН практически жертвует собой. Будет пытаться его догнать. Зачем БКБ? Ну, он как-то перенервничал, по-моему. БКБ напрасно нажал. Да, БКБ здесь действительно напрасно отдал. Но на хайграунд все равно, наверное, заходить надо. Потому что нет бивера. И это шанс. Летит сюда Блинк. Летит чей-то гем, но таким чужой. Ну все. Это сейчас будет очень тяжело для нави. И просто заходить бить. Ну, генерал. Надо этих 100 голды где-то генерал. Он побежал на топ. Очень нужен Агоним генералу. Очень нужен. И заходит уже Паша двоих. Соло. Вот он. Вот он, тот самый ультимейт от Соло. Дэнди рассыпается. Дэнди погибает. Дэнди без байбека. Пайката тоже убивает. Он делает байбек. Но это мало что даст команде нави. РМН здесь видят. РМН погибает тоже. РМН может выкупиться. Но какая разница падает. Мидлейн. Соло дождался своего Блинка. Ворвался. Накрыл Дэнди ультимейтом. Ну и, понятное дело, без шансов для нави. Погибают они. Есть байбек от РМН. Здесь пытается генерал что-то сделать. Генерал закопанный пока. Но Карапейс еще ловит. Ну, выиграет. Выиграет пока время генерал для своих тиммейтов. Одну только сторону потеряет команда нави. Но, мне кажется, это уже мало чем поможет им. ВП сыграли с Ивово. Отошли там. Тем более, у Рамзеса тысяч семь, наверное, голды. Надо докупить все-таки свой сатаник. Необходимый. Восемь. Даже восемь пятьсот. Наверное, поменяет доминатором сатаник. Приятная, кстати, особенность доминатора. То, что ты берешь какого-нибудь волка. Прячь его к себе в бэкпак. Да. И все равно креп остается. Да, действительно. Действительно удобно. Луна. Байбек был сделан. Денег нет. А, это аганим. Ничего себе. Ну, ты знаешь, что это довольно интересно. Мне кажется, если бы он взял какой-то тривиальный артепакт, ну, типа там, не знаю, что-либо. Да и дал. Не знаю, что бы там он взять. Неважно, что. Это толку никакого бы не дал. А вот с аганимом, теоретически. Ну, там БКБ у всех почти. Ну, кроме Лилы и Соло. Но им оно не нужно. Они врываются, дают свои сплы и все. Ну, Ромен, стрял. Делайте, что хотите. Ну, куда ты не уйдешь. Я не знаю, в какой раз он уже за игру вот так вот стрелет. Ну, конечно, по деньгам это не особо бьет. Да по кулдаунам тоже. У него там талант, я так понимаю. Веселиться. А, минус 30 секунд респауна. Поэтому может. Может, но... Ну, как бы да, ладно. Сейчас уже может. Сейчас эти деньги уже ничего не значат. ВП могут собираться уже и идти по топ. А, он с Кади купил вместо Сатаника. Интересный выбор. Почему бы и нет. Просто с Сатаника ему вообще не убили никак. Даже близко. Ну, с Кади. Тоже хватает ХП. Так, ну... Попытка зайти сейчас будет от команды ВП. У них Аегис. Тут даже, думаю, будет не попытка. Выиграют, скорее всего, в салат-файт. И это будет уже конец этого матча. Так. Ну, главное, Дэнди с Луной не подставится сейчас под одну стяжку. Роман прыгает. И пошел ультимейт от Луны. Парабзесу. Там есть много жизней. Паша. Где Соло? Там Соло убивают. Пайкат его избил очень. Ну, самое главное, что двух саппортов разложили ребята из команды Виртус Про. Пайкат из-за живой. Спасает. Спасает, кстати. У Роман можно сейчас выбить Аегис. Но нет. Тут Нунчик. Тут Нунчик дерется до конца. Байбэка нету. Пайкат, он его делал в прошлой драке. Дэнди тоже без байбэка. Дэнди дерется, как Лев Львина, и до конца. Там его Лилдах избивает один. Да. И Дэнди без байбэка тоже троится таверну. И не пишут пока Нави. Ну, нет байбэков. Не знаю, от чего они тянутся. Триплкил от Нуана. В общем, ГГВП. Первая игра оказалась качественной. Нави могли ее выиграть. Виртус Про их поймали на одной серьезной ошибке. Ошибся там и бивер. Ошиблись там все. И в итоге Нави проиграли первую карту, но дали, по-моему, просто невероятную. Я не ожидал, скажу честно. Ну, я тоже не ожидал, что Нави будут настолько хороши. Так сказать. Но чувствуется все равно доминация ВП. То, что они намного сильнее в тех же файтах, в каких-то макро-моментах по игре. Вначале немного. Можете проснулись просто ребята из ВП? Начало чуть отдали. Ну, ты видишь, как бы вчера и позавчера день тоже начинался в 11 утра. Так что, я думаю, должны быть биоритмы хороши. Ну да, начало отдали очень сильно. Любит Виртус Про так стартовать, скажем, не с места в карьеру, а так медленно-медленно-медленно. Очень часто они в интервью своих говорили, что, черт побери, мы на каждом турнире играем первые матчи. И это нас очень бесит. На боссонском мейджоре они играли самые утренние первые матчи. Всю дорогу. Группа. Первый день групповой этапа, второй день групповой этапа, 1-8-1-4. Они играли самые первые матчи в 10 утра. Очень жаловались на это. На Дота Питя то же самое, на ЕС Аджентин было то же самое. Не любят ВП утренние матчи. Ну, возможно, действительно, как-то на них сказалось. Но под конец, после 20-й минуты, мы уже увидели вот ту самую машину, которую видели в группе. Но тут даже не в минуте дело. Я заметил, очень часто с ВП такое происходит. Их вначале могут как-то убивать, бегать по карте. Их... Их...